Очень интересные есть вещи, о которых я бы хотел сказать. Вот это вот отрывки из книги у меня здесь, она называется «Частный капитал в СССР». Наверное, кто-нибудь слышал о ней. Ее написал Юрий Ларин. 20 минут? Да, совершенно верно. Тесть Бухарина. Эта книга в 1991 году, где-то осенью, была изъята из библиотеки Ленина. Вот ее изъяли, и перепечатку, так сказать, мне удалось достать. Вот здесь он анализирует развитие НЭПа. Я почему это говорю? Потому что я хочу перейти к деятельности Сталина, который затормозил распад. Во-первых, большевики ликвидировали распад империи, распад государства, а Сталин потом создал условия, при которых она не могла развалиться. И вот что пишет Ларин. Он описывает периоды первоначального накопления капитала. Вот он пишет, первый период с 1921 по 1923 годы характеризуется преимущественно тем, что в это время частный капитал возникал путем перекачки в частные руки государственных средств с разнообразными способами и методами. Можно сказать, что та буржуазия, которая действовала в первый период НЭПа, вступила в этот НЭП почти что с голыми руками, очень мало и часто почти ничего не имея за душой, кроме своей предприимчивости, кроме связи в различных советских учреждениях, кроме готовности идти на всяческие преступления ради обогащения. Далее он описывает схемы, по которым создавался частный капитал. В принципе, они вам все известны по 90-м годам. Скажем, вот первые агенты и соучастники частного капитала в госаппарате. Лжегосударственная форма деятельности частного капитала, но это примерно то, что сейчас называется государственной корпорацией. Злостная контрагентура, неликвидные фонды, хищническая аренда и так далее. Вот он описывает, что первым и самым простым методом нелегальной деятельности по созданию частного капитала было наличие его соучастников и агентов в государственном аппарате. В составе государственного аппарата был не очень широкий, не очень многочисленный, измеряемый, может быть, всего несколькими десятками тысяч человек круг лиц, которые использовали начало НЭПа в этом смысле. Сами служа в хозорганах, они в то же время организовывали различные частные предприятия или на имя своих родственников, компаньонов или даже на прямую собственную. Я могу сказать, примерно я изнутри наблюдал, что происходило в Минфине, 92-й, 93-й, 96-й, 94-го года, может быть, вы помните, что один год, по-моему, для бога памяти, 93-й, мы прожили даже вообще без бюджета. Куда уходили деньги, неизвестно. При Борисе Федорове это было, точно? Да, я в Минфин как раз пришел при Борисе Федорове, и бюджет мы так и не сверстали. Если не был дежен, был генерирован. Да, да, да. Причем, так сказать, деньги были, деньги уходили, и схемы все вот эти. То есть не изобрели ничего нового наши реформаторы. То есть все равно Сталин прекратил принимать? Да, Сталин прекратил, а вот теперь о Сталине.